приветствую вас друзья меня зовут игорь ланской мы находимся на подземном паркинге торгового центра весна и сегодня мне бы хотелось поделиться с вами своей радостью я купил себе новый автомобиль свою новую любимицу и это в 70 r а как чё правда 300 сил надежен ли этот автомобиль в свои годы едет ли она а полный привод работает ну и конечно же как рулится это красавица и так отвечаю на первый вопрос да она надежна даже в свои годы я должен признаться вам этот автомобиль достался мне изначально в довольно хорошем состоянии а как же вы думали о владелец автосервиса умею подбирать как-никак автомобиль 2004 года американка в 2008 году автомобиль прибыл в россию был у одного владельца 2016 года второй владелец шансом году и купил и вот ноябрь 19 года я третий владелец в россии этой крошки под капотом всем известный 2 и 5 turbo 300 лошадиных сил от обычного штатного 2 и 5 turbo мотора он отличается лишь головой и другой турбиной в основном все остальное идентично обычному мотору 2 и 5 turbo который стоит на обычных с 60 на xc90 на с 80 п 2 платформы едет она очень динамично несмотря даже на то что она на автомате причем еще предыдущего поколения пятиступенчатым полный привод обеспечивает великолепную управляемость особенно в такую погоду которая сейчас у нас за окном а там снег слякоть и начинает намерзать лед вариантов подвески на в 70 r также как на с 60 r немного шасси с изменяемой жесткостью форсии именно на этой платформе это шасси чувствуется великолепно у вас три режима комфорт спорт и адванс и комфорт и адванс между ними просто огромная пропасть если на комфорте вы можете ехать по щебенке и вас будет немножко потряхивать то на адвансе вы можете выехать на трек а именно для этого создан этот режим также в адвансе включается режим коробки спорт и автомобиль просто ввинчивается в поворот не при этом даже не кринясь подвеска максимально зажимается становится зубодробительный и если в режиме advanced вы решите выехать на брусчатку то компрессионный перелом позвоночника вам обеспечен конкретно на этом автомобиле когда его брал я уже знал что нужно будет с ним делать потому что он обслуживался моем сервисе на протяжении двух лет в итоге я поменял две подушки двигателя обслужил подвеску я поменял передние пружины и задние пружины потому что они просели в принципе от времени поменял соленблоки на передних рычагах шаровые опоры и ограничители поворота после этого я сделал сход развал все в данный момент по автомобилю рекомендаций больше нет как приятно все-таки посмотреть на свеже покрашенные диски а за ними скрывается брэмбовская система тормозов четырех поршневые тормоза что сзади что спереди 330 миллиметров величина тормозного диска эта тормозная система позволяет этому автомобилю тормозить как надо поэтому торможение с 200 километров час до нуля у вас не составит никаких проблем при этом r к у меня уже не первая а вторая и знаете что тормозов мне лично не хватает если начинаешь активно ехать то после третьего торможения тормоза уже плывут и отказываются работать так как надо поэтому я задумался о том чтобы поменять передние и задние тормозные компоненты на что-то посильнее что на что-то наподобие керамики фирмы ебц или hp brakes также я рассматриваю фирму роттингер сейчас веду переговоры со всеми тремя производителями тормозных систем и что конечно же меня устроит по цене то я и поставлю на свой автомобиль и конечно же расскажу вам как ведут себя эти тормоза на v70 r r как вы знаете это обозначение заряженной версии volvo это 2 и 5 turbo 300 лошадиных сил 400 ньютонов крутящего момента и полный привод и в чем же уникальность на мой взгляд этого автомобиля мало того что он заряжен на полном приводе это еще и универсал это большая вместительная машина по поводу косяков косяк у этого автомобиля конечно же есть и многие владельцы эрок знают это и сталкивались а дело в том что самая главная проблема здесь это мотор он очень нагруженный и штатный блок по непонятной причине не выдерживает точнее понятный по понятной причине он не выдерживает мощности много ньютон-метров много и стенки цилиндров просто не выдерживают а иногда и сам блок и там просто образуются трещины антифриз начинает поступать в камеру сгорания начинает уходить с бешеной скоростью масло также начинает есть и плюс горячая частью турбины также очень частая проблема выхода из строя у этих автомобилей а решается эта проблема довольно просто блок гильзу и составится гильзы большего размера и проблему уходит навсегда либо тюнеры еще идут дальше ставят злые дартон гильзы из сша кованые поршня и тогда уже ставят большую турбину и дуют сюда и 400 500 и даже 600 лошадиных сил автомобиль это позволяет и первое что из строя тогда уже выходит это угловая передача она просто трескается пополам к слову угловая передача на с 60r такая же как на с 60 обычную полноприводную стоит был порядка 20 25 тысяч рублей салон сиденья в эрках отличаются особым удобством у них усиленная боковая поддержка как для спины так и для пятой точки это позволяет вам не вывалится в крутых поворотах руль идет специально анатомический чтобы было куда положить большие пальцы и удобно рулить руль также идет мульти то есть у вас идет в управление и магнитола и круиз-контроль и конечно же вот эти три заветные кнопочки управления активным шасси и также коробкой комфорт спорт advance о чем я вам и говорил коробки на эрках также как на обычных volvo были двух видов до 2005 года это пятиступенчатый автомат айсин а в 55 51 а с 2006 года то есть шестой и седьмой год всего два года ставились шестиступенчатые тф-80 конечно а вышка здесь живет не так долго и из-за того что она может переваривать немножко меньше крутящего момента автомобиль едет не так быстро а шестиступенчатая коробка передач автомобиль уже выдает намного больше и передается на колеса намного интереснее едет интереснее и расход конечно же у нее уже меньше и так если вы хотите хорошие динамики управляемости полного привода и у вас есть полмиллиона рублей я могу вам рекомендовать с уверенностью это с 60r или в 70r в кузове универсал вы получите то что хотите за разумные деньги с небольшим расходом ну конечно же как нажимать на педаль газа да есть риск мотора да есть риск турбины мотор на эрку стоит порядка 100 тысяч рублей турбина даже новая 70000 рублей но вы всегда можете купить бушную или за отремонтировать вашу если не такие серьезные повреждения на мой взгляд цена качества этого автомобиля несмотря даже на 2004 год остается на высоте конечно же это все-таки 2004 год и некоторые вещи морально устарели то есть подсветочка обычно зеленая нету bluetooth а или нету aux выхода здесь есть только радио и диски причем сиди диски даже не mp3 для этого здесь и сиди чендер на 6 дисков но здесь им тоже уже к сожалению не работает потому что когда-то отключали аккумуляторы забыли оттуда достать диски и они сейчас там уже навсегда да здесь удобство 2004 года здесь не линзованная оптика но здесь стоит ксенон и стеклянные фары и здесь стоит вот такие маленькие дворнички которые у большинства уже не работают и когда их приводишь в рабочее состояние ты понимаешь всю прелесть этой функции когда ты едешь на дальнее расстояние ты брызгаешь на стекло и дворнички поступая сюда также не замерзайкой и дворники делают вот так у вас фары постоянно чистые ведь на дальнее расстояние обычный омыватель фар который выезжает и брызгает на фару не очищает фару до конца а дворник постоянно чистит фару и она у вас чистая и хороший свет на дальнее расстояние в плохом освещении вам обеспечен может показать как они работают а с вами был игр ланской и моя новая машина в 70r делитесь этим видео ставьте лайки оставляйте комментарии всем добра всем пока